Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Составление протоколов не явилось. В ближайшем году не обещано. Административная комиссия рассмотрела 14 протоколов. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области провели кропотливую работу. В Смоленской области задержаны наркоторговцы. Сводка криминальных новостей за неделю. Пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, идите пешком. Акция «Зебра» на дорогах Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Региональные предприятия Смоленщины участвуют в международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Среди новинок, созданных в регионе и представленных на Максе, новый двигатель для легких самолетов, а также платформа с манипулятором. Всего на смоленском демонстрационном стенде представлены четыре компании. Глава региона Алексей Островский провел рабочую встречу с президентом благотворительного фонда, который оказывает помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также выпускникам интернатных учреждений. Расул Каркмазов высоко оценил опыт работы нашего региона, который был отмечен на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию на территории всех субъектов России. Алексей Островский поручил подчинённым проработать возможный формат взаимодействия с фондом. 18 июля прошло очередное заседание административной комиссии. О том, какие статьи нарушают десногорцы чаще всего, расскажем в нашем сюжете. На заседании было рассмотрено 14 протоколов об административных правонарушениях. 13 из них – за нарушение 27-й статьи областного закона. «Уважаемые десногорцы, мы вас просим обратить внимание на то, что в соответствии с статьей 27 областного закона об административных правонарушениях, нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 до 6 часов утра влечёт предупреждение первичное, а также наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Поэтому просим соблюдать тишину и покой, уважать своих соседей». По двум протоколам вынесено предупреждение. По четырём – штраф по 1 тысяче рублей. Трое нарушителей оштрафованы на полторы тысячи и один на две. Прекращено производство по делу в отношении трёх нарушителей. Один протокол составлен за нарушение, предусмотренное 32-й статьёй областного закона об административных правонарушениях. «Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в городах и иных населённых пунктах. В них привлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностный приз от 5 до 10 тысяч рублей и на юридический приз от 10 до 30 тысяч рублей». В отношении нарушителя этой статьи комиссия вынесла решение о наказании штрафом в размере 10 тысяч рублей. В Смоленском регионе увеличилось количество доноров. С начала года кровь и её компоненты сдали более 6,5 тысяч смолян, причём почти 90% из них бесплатно. В августе дни донора пройдут в Гагарине, Рославле, Вязьме, Монастырщине и Холмжирковском. В этом сезоне многие смоляне особенно страдают от укусов комаров. В нашем регионе их обитает более 20 видов. Нынче из-за сырой и холодной погоды количество этих насекомых значительно увеличилось. Лучшая защита от комаров – это плотная одежда, закрывающая тело. Пятеро граждан из Вязьмы и Гагарина обвиняются в незаконной торговле наркотиками. О том, как они сбывали зелье в нашем следующем сюжете. 29-летний житель Вязьмы в 2015 году организовал в Гагарине группу для сбыта наркотиков, таких как Мефедрон и другие производные спайса. Покупатели приобретали наркотики бесконтактным способом через закладки. Адреса и места узнавали через СМС-сообщение. Деньги продавцы получали на мобильные номера, зарегистрированные на подставных лиц. В результате обвиняемый за сбыт наркотиков в общей сложности получил средства в сумме около 2 миллионов. Установлена причастность обвиняемых к 12 фактам преступлений. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области провели кропотливую работу по сбору доказательств причастности обвиняемых к совершению данных преступлений. Полицейскими установлена их причастность к 12 фактам преступной деятельности. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 106 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 155 административных правонарушений, в том числе 138 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечено 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 17 человек. В Смоленском областном управлении ГИБДД сообщили о новом графике работы. Граждане, направившие заявление в инспекцию с помощью информационных ресурсов МВД или федеральной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» будут приниматься также по воскресеньям и понедельникам. Правила дорожного движения должны знать и соблюдать не только водители, но и пешеходы, так как все они на улице становятся участниками движения. А во время летних каникул особенно нужно быть внимательными на тротуарах и проезжей части. Об этом решили напомнить воспитанники оздоровительного лагеря. Подробности в нашем сюжете. Школьники из оздоровительного лагеря «Круто» провели на дорогах Десногорска акцию «Зебра». Цель этой акции – напомнить детям и взрослым правила дорожного движения. Они объясняли своим ровесникам, как нужно переходить через проезжую часть дороги пешком и на велосипеде. Всем участникам акции волонтёры нарисовали символическую зебру и вручили памятки с правилами дорожного движения. Они беседовали с детьми, взрослыми пешеходами и водителями. Все очень позитивно откликались на контакт с ребятами. Взрослые тоже понимают значимость этого мероприятия. «Нужны ли такие акции, которые ребята проводят?» «Нужны, конечно. Они помогают вспомнить правила дорожного движения. И всё-таки это как-то лучше сказывается на безопасности дорожного движения». «Детям надо побольше, побольше. Культуру безопасности на дороге очень-очень. Потому что сейчас все как хотят, так и ходят». Волонтёры лагеря «Круто» добились поставленной цели. Все участники акции вспомнили правила поведения на тротуарах и проезжей части. Такие публичные обращения направлены на усиление безопасности движения для всех его участников. А сейчас новости спорта. 20 июля – Международный день шахмат. Смоленские любители этого вида спорта традиционно отметили дату турнира. Каждый год формат турниров, приуроченных к празднику, меняется. Некогда проводились встречи между ветеранами и юными шахматистами. В этот раз взрослые и дети состязались отдельно, играли в быстрые шахматы по семь партий. Праздничный турнир для детей стал важным экзаменом – подготовкой к Всероссийскому чемпионату по шахматам среди детских коллективов, куда смоленская команда отправится уже 31 июля. Смоляне могут оказаться на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в августе 2017 года в Лондоне. Из-за дисквалификации сборной России каждый спортсмен должен был индивидуально получить допуск к международным стартам. Среди смолян такое разрешение получили Алексей Фёдоров, выступающий в тройном прыжке, и прыгун в высоту Илья Иванюк. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Благодарю за внимание. До свидания.